Вот это мой мир. Один вот здесь хромой, у него здесь бинт и так далее. Всемирная паутина плодит экстремистов. Об этом спичь работника агентства по делам религии. Социальные сети ушли далеко вперед по сравнению с традиционными масс-медиа по степени своего влияния на молодежь сетуют теологи. Даже религиозные молодежи легко запутаться. Где истинная вера, а где радикальное течение и пропаганда экстремизма. Один вот здесь хромой, у него здесь бинт и так далее. Кавказский, да, вот здесь казах парень. И уже дети держат их оружие. Человек, которому 20 лет, он с неокрепшей психикой, на него это воздействует. Безусловно. И потом вот эти теологические заблуждения и так далее. Видеоролик казахстанских джихадистов в Сирии, который появился в сети и надел много шума, горячая тема для обсуждений. А еще яркая иллюстрация интернет-пропаганды, для которой не существует границ. Религиозные деятели, в первую очередь деструктивных каких-то течений, работают из-за рубежа. Они, используя различные новые информационные технологии, ведут внешнюю пропаганду и создают условия. По сути дела, приглашают этих людей выехать за рубеж. Замалчивать эти проблемы опасно, говорят в агентстве по делам религии. И призывают журналистов и масс-медиа больше рассказывать о том, что такое религия и пропаганда, чтобы сформировать в обществе иммунитет к религиозному манипулированию, особенно среди молодежи.